Скрипт для рассылки заданий по заданному списку находится в этой таблице и представляет собой функцию doGet и buttonClicked. Нас сейчас будет интересовать только та часть, которая называется doGet. Который мы будем запускать нажатием на эту стрелочку. При нажатии на стрелочку мы должны будем выбрать какую-либо категорию учащихся, заданных либо названием класса, либо названием академической группы в университете, с указанием фамилий и емейлов участников этих групп. Рассылаться будет документ, ключ которого мы вставим в это желтое поле. В нашем случае это будет домашнее задание на свободную тему. Ключом называется та часть url, которая выделена сейчас в строке поиска между слэшами. Мы его отсюда копируем и вставляем в наше поле. В этом шаблоне домашнего задания есть две строки две переменных решетка класса и решетка фио, в качестве которой будет вставляться решетка класса это 7а или 12 яр, ну а фио понятно это содержение ячейки в столбце b. Попробуем как работает программа. Нажимаем на кнопку рассылка, выбираем группу 12 яр. Сегодня уже что-то рассылали, а в начале дня дается квота на рассылку 500 писем. Вот 25 я уже проэкспериментировал, разослал. Осталось 475. Здесь указан наш адрес. Нажимаем кнопку «Разослать задание». Рассылаться задание будут почтой мою в домене университета, поэтому я перехожу в почту домена и смотрю, получено сейчас только письмо. Назначено задание, перейдите по ссылке. Перехожу по ссылке, на мой адрес пришел шаблон с заполненными ячейками. Класс 12 яр, фамилия Анфимов, в которой там была записана Анфимов Владимир 12 яр. И в конце вместо «Фео» указана решетка «Фео» заменена на имя и фамилию ученика. Удаляем это письмо. Ну и понятно, что должно было у нас прийти три письма. Одно я уже удалял, осталось два. Здесь фамилия будет уже другая, подпись другая. Третье письмо заглядывать не будем, просто удаляем. Вот так работает эта программа. Если мы сюда пишем свои классы, свои группы или заменим здесь фамилии, программа будет работать точно так же, рассылая задание. Задание, которое получено учеником, да, придется еще раз это сделать, потому что я забыл показать, что адресат становится со-редактором документа, который ему прислан. Документ присланный Анфимов Владимир, но почта там была указана моя. И в настройках доступа видно, что я как автор здесь владелец, а мой адресат, в частности Анфимов, сейчас поставлена почта его, здесь фигурирует в качестве редактора. Поскольку документ открыт и учителю, который является владельцем документа, и редактору, это учеником, то учитель в любой момент может зайти в этот документ и проверить либо завершенность выполненной работы, либо степень выполнения, степень этой завершенности.